Здравствуйте, дорогие слушатели Живого Радио, зрители Живого ТВ. У нас в эфире программа «Театр наизнанку», я ее ведущая Каэли. Сегодня у меня в гостях необычные гости, психологи Наталья и Александр Кламановские. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы встречаете своё деятельность исследованию театра и применяете театр психокоррекции. А расскажите, пожалуйста, просто для начала взгляд психолога на театр и на современный театр. Ну, на современный театр должен териться, своим взглядом, профессионал такой завзятый. Мы, к сожалению, таковыми не являемся, мы не так часто ходим в театр. Но театр для нас действительно очень важная, тем не менее, часть жизни, часть работы. Часть работы вот в каком отношении. Театр, как вообще любое искусство, важен, знаете, чем он, обогащает сознание, делает саму психику, неожиданно, может быть, для многих, гораздо более устойчивой, чем психика человека с относительно скудным культурным багажом. Чем больше человек знает о том, как вообще по-разному бывает, как по-разному люди друг с другом разговаривают, реагируют на обиды, на радостные известия и так далее, тем более пластичным делается его сознание. И знаете, как говорят в театре, вот у актеров есть такая расхожая формула, что у плохого актера три штампа в репертуаре, а у хорошего триста. Вот это неправда. Хороший актер отличается тем, что он, овладев тремя стами штампов, с большей легкостью конструирует триста первой, четырехсотой. У него большие возможности комбинаторики в хорошем смысле слова. Таша, каким образом вы применяете психокоррекцию театра? Это так громковато звучит, психокоррекция. На самом деле мы вовлекаем наших подопечных, ну как правило детей, хотя нередко и взрослых, в разного рода театральные активности. Начиная с самых примитивных, это могут быть просто костюмированные съемки, и киносъемки, то есть видеосъемки, и фотосъемки. И это уже немало. Или мы ставим сценки, спектакли и в наших стационарных условиях, и на выездах, и в работах, там, на горячих точках, и на специальных выездах с детьми, скажем, инвалидизированными. И в таких активностях дети не только просто что-то новое культурное усваивают, действительно, они сталкиваются с какими-то новыми ситуациями, сюжетами, сценариями. Но кроме того, они хоть на время погружаются в некое новое качество. Это расширяет границы их привычного образа. А без этого они в рамках своего обыденного такого тереотипа владеют очень ограниченным числом поведенческих реакций. Только тем, что им предложено в лице их родителей, ближайшего окружения. А знаете, ведь окружение, эти слои, они действительно расслабляются. И поэтому ребенок, хотя и общается с большим количеством людей, но, как правило, в основном это достаточно однотипные, как ни странно, люди. А вот как раз, что касается современных детей, они сейчас настолько опекаемы родителями, что такие инфантильные очень мало видят жизнь. И способен ли театр действительно, может быть, помочь ребенку найти себя? Знаете, я бы не сказал, что проблема в чрезмерной опеке родительской. Потому что, во-первых, к сожалению, это далеко-далеко не всегда так. И мы имеем дело с огромным количеством детей, которые лишены родительской заботы даже на самом регламентарном грубом уровне. С другой же стороны, когда родители действительно опекают детей, то это очень хорошо. Это детей не делает более инфантильной совсем. Если только правильно понимать эту опеку, это должна быть опека неорганизационная. Вот тебе музыкальная школа, вот тебе спортивная школа, вот тебе греции на каникулы. А уж дальше ты, извини, сам. Почему ты плохо учишься? Вот это не называется опекой. Это поверхностное участие в ребенке. А когда родитель ребенка поддерживает по-настоящему, по-дружески, вот так интимно, реагируя не на его организационные обстоятельства, курит он или не курит, учится хорошо или плохо, а на его переживания по этим поводам. Такие дети в жизни адаптированы вполне хорошо. Театр здесь играет ровно ту роль, о которой мы с Наташей все время говорим. Он в хорошем случае, в случае доброкачественного влияния театра, он, во-первых, ребенку показывает, как по-разному бывает, а во-вторых, он ориентирует его на... Его ребенка, театр ориентирует на терпимое отношение к чему-то негативному поведению, а не навстречу на агрессивное. Хотя бывает и так, бывают такие спектакли, которые романтизируют позу протеста, позу отказа от отношений. И это очень легко, это для ребенка очень соблазнительно, особенно когда он действительно страдает от назидательности, от формального отношения к себе со стороны родителей, учителей. Конечно, очень хочется хлопнуть дверью и обрызнуться. И если жизнь в это ребенка загонит, у него будут очень большие проблемы в собственном внутреннем плане, в плане отношений с другими людьми и так далее. И расскажите про свою работу, говорите про горячие точки, про работу в Беслане. На то я так все говорю, подскажи, когда ты закончишь. Кто хочет, давай, пожалуйста. Мы начали работать в Беслане с октября 2004 года. И сначала мы работали со взрослыми. Была потребность в том, чтобы объяснить взрослым, что происходит с детьми. Потому что все растерялись. С одной стороны, детей жалко, а с другой стороны, вроде жить нужно. А дети, ну, как-то стали хуже себя вести, хуже учиться, хуже капризничать, агрессивно себя вести. И у них явно стали хуже работать высшие психические функции, такие как память, внимание, мышление, речь. Взрослые с этим столкнулись. И сначала, чуть-чуть запнувшись, мы перешли к привычным формам работы с детьми, а именно назидательности, к критичному отношению, к плохим отметкам и так далее. Хотя понятно было, что с другой стороны очень жаль детей, и вроде не хочется им ставить плохие отметки, потому что понятно, что они травмированы. Но, тем не менее, эта обычная практика взяла свое и приносила очень плохие результаты. И тогда на помощь стали приходить вот такие коррекционные формы, потому что детям надо учиться. И прежде всего надо восстанавливать было их познавательную деятельность, потому что именно она оказалась нарушена. А в школе уже очень испорченное поле, детям не хочется туда идти, и они знают, что они услышат опять назидательность и опять эти плохие отметки. Поэтому вот всякие театральные активности очень помогают как бы из этой плоскости ребенка вынуть. Театральная плоскость позволяет что-то в очень приятной оболочке узнать, что те же факты по истории или по литературе. Это же, если репетируются пьесы, и при этом рассказываются какие-то реалии, связанные с жизнью этого времени, с какими-то реалиями жизни автора или персонажей, то это бывает очень эффективно. После такого рода постановок дети с большей охотой читают те произведения, которые школа не может их заставить по программе прочитать. Мы как-то устраивали такой театральный проект, когда мы пытались сыграть Евгения Онегина. Ну, сыграть очень на скорую руку, и костюмировали детей, что под руку попалось. Ну, так что-то купить успели, но в основном то, что дома нашли. И это костюмирование позволяло, ну, как-то немножко себе представить эту реальность. А кроме того, девочка, которая имеет заниженную самооценку, не уверена в себе, плохо к себе относится и не может выстроить нормальных отношений, когда она вдруг представала на фотографии сама перед собой в виде там пушкинской красавицы, то, конечно, она лучше начинала себя чувствовать. И когда заодно ей предлагалось еще выучить несколько слов каких-то или там, ну, что-то сыграть, какую-то эмоцию, какое-то там переживание, то она, конечно, начинала лучше себя чувствовать. И более уверенность в такой постановке уезжала. А кроме того, просто в виде игры детям были предложены реальные факты, которые в школе они и проходили, но никто ничего не помнил. Каких-то парадоксальных вещей не помнили, которые, ну, вроде бы каждый должен знать, школьник этого возраста. И, конечно же, они были пристыжены и боялись признаться в том, что они этого не знают. Поэтому вся эта материя им казалась страшно непривлекательной. А когда она всплыла вот в таком вот виде, то по ходу дела были усвоены огромное количество вещей. Поэтому мы очень призываем к тому, чтобы какие-то произведения были сыграны, разыграны с привлечением родителей, с привлечением большого количества детей. Ну, то есть, вот дети обычно говорят, что когда они читают об истории в интересной книге, они запоминают это лучше, чем из учебника. Когда они смотрят интересный фильм или интересный спектакль, это тоже запоминается. То есть, если, например, урок истории проводить не за учебником, а разыгрывая сценки, то дети тоже будут намного запоминать все. Ну, они будут это лучше усваивать, эта материя будет им приятна, и она будет вызывать следующий этап познания. Им захочется про это узнавать, потому что это приятно. Мы видели, как в Бесланской школе замечательная учительница истории разыграла с детьми сценки из Древней Греции. Такая креативность у детей возникла. Они костюмы себе сами делали, они какие-то подарки преподносили от имени древних греков, так они маслины купили в магазине. Ну, какие-то совершенно необыкновенные вещи придумывали. И невозможно было предположить, что эти дети на такое способны. Ну, а это не только история литературы, а это и урок математики. Можно представить театральной сценкой? Конечно, да. Почему же нет? Совершенно все равно, что театрализовывать. И кто-то говорил, что хороший драматург может инсценировать доклад на отчетном съезде КПСС или любую статью Большой Советской Антиклопедии. Лишь бы это было не назидательно. Для детей важен и сам по себе театральный эффект, и контекст, а главное отсутствие какой-либо нибудь назидательности. Чем очень страдает школа и делает процесс обучения не просто антиэффективным, а травматичным для детей. И когда вот в Беслане выставили детьми Евгения Онегина, они сразу соглашались на роли, которые им предлагали? Или, может быть, и девочки бороли за роль Татьяны, все мальчики за роль Онегина? Нет, сильной конкуренции не было. Мы вовлекали всех. Иногда даже делали так, что в какой-то состоянии одна Татьяна, а в другой другая. Что касается мальчиков, то тут у нас очень ценный нам самим опыт, потому что на роль... мы пытались вовлечь в постановку очень трудных, уже совсем молодых людей, веских уличных авторитетов бессланских, про которых совсем нельзя себе это представить, чтобы они унизились до участия в какой-то постановке. И, тем не менее, соглашались они на это участие неожиданно легко, даже для нас неожиданно, охотно. Правда, самый авторитетный из них наотрез оказался играть Ленского, потому что ты должен упасть во время дуэрия сраженной пулей. Поэтому он согласился только на Онегина. То есть он чувствует себя настолько победителем, что даже не готов сыграть побежденного? Он чувствует себя настолько неуверенно. Вот очень часто мы неправильно трактуем такие проявления. Он чувствует себя именно настолько неуверенно, что ему трудно лишний раз подставиться. У нас есть вопрос в чате. С кем интереснее, нужнее работать? Детьми или со взрослыми? Для нас нет такой альтернативы. Очень интересно, очень приятно, очень нужно работать с обеими сторонами. У каждой работы свои аспекты, потому что дети вызывают чаще более трогательные чувства и более непосредственное желание именно им помочь. С другой стороны, от состояния взрослого, ну, например, учителя, зависит от состояния одного взрослого, зависит от состояния десятки других людей, детей, учеников. И это очень важно, в частности, в Беслане, потому что там одна из проблем после терактных, посттерактных состоит в том, что именно учителя этой школы оказались объектом необыкновенной взоркой и дитиной травли со стороны общества, со стороны властей, Министерства образования и даже части населения, особенно со стороны родителей погибших и пострадавших учеников. Эти учителя сами пережили совершенный ад. Из семидесяти человек погибло 20 учителей. Они пережили разгром их родного, по существу второго дома, их привычного уклада. И после этого всего они не только не были как-то отмечены обществом положительно, как пострадавшие люди, а наоборот, были многосторонне унижены, отчего они очень невротизировались. Им стало гораздо труднее и жить, и профессионально, корректно общаться с учениками. Поэтому работа с ними по поддержке, по их реабилитации психологически для нас исключительно важна. У нас есть еще один вопрос. Какие еще известные произведения русской классики помимо Евгения Онегина вам приходилось ставить? Нельзя сказать, что мы ставили Евгения Онегина. Мы просто разыгрывали сцены из Евгения. Мы с детьми-инвалидами делали «Горе от ума». И однажды мы поставили пьесу, которую написал Саша, по придуманную пьесу о Древнем Риме. И была задача рассказать о детям материали Древнего Рима, античности, связанные с... В частности, в этом проекте участвовала такая организация «Дети Марии». Это арт-центр, который занимается детьми из детских домов. И в этой постановке участвовали как и дети, реально проживающие в интернатах, совсем маленькие, и очень отстающие в развитии. Поэтому им особенно было важно погрузиться в какие-то реалии, которые воспринимают ребёнок в семье легко, каждый день. И там слово «три мушкетёра» ребёнок слышит, когда ему и три года, и пять лет, и, естественно, читает, когда ему десять. А эти дети ниоткуда не могут таких вещей услышать. Вот с ними мы разыгрывали «три мушкетёра» однажды, и ситуацию вот такой французской действительности поднимали. А однажды про Древний Рим. И вот тут мы довольно глубоко погрузились. И там были и гладиаторы, и висталки, и сенаторы, и воины. И вот всю эту действительность в костюмах, которые довольно хорошо мы подготовили, и другие реалии, аксессуары. Вот с детьми проходили. Вы знаете, у нас есть такой наработанный приём. Мы не ставим, как правило, целиком какое-то произведение. Это очень трудно для детей. И это требует такой подготовительной работы, для которой у нас очень редко бывает возможность, время и обстоятельства. Когда бывает, мы ставим полноценный спектакль. Я ставил всё равно до бежирака с детьми. Ставили такой сборник, бывший очень популярным в 30-х-40-х годах «Парна с дыбом». Назывался это сборник «Пародина». Такие фольклорные, очень популярные какие-то стишки. Там «Папа была собака». Жил-был бабушки с теники, козлик и так далее. А когда мы хотим детей соприкоснуть с какой-то настоящей классикой, мы берём фрагменты из Евгения Онегина или из «Горе от ума» и делаем такую вещь. Разбиваем всех присутствующих, скажем, на пять маленьких труб. Каждой трубе придаётся свой чтец, и он озвучивает выбранный фрагмент текста. А трупы на протяжении часа или полутора готовят свою анимацию этого текста. И мне приходится озвучивать слова, что для детей бывает трудно, особенно за короткий срок. А вот анимировать слова, то есть изобразить то, что описывается, это ради Бога. И они очень охотно изображают не только Татьяну, но и скамейку, на которой сидит Татьяна, и панарь, под которым она сидит, там свечной, или кузжасмина, рядом с которым происходит дело. Каким образом вы подбираете фрагменты произведения? Мы выбираем самые выигрышные драматургические. Не те, которые представляют собой изумительные по описанию лирические отступления, а те, где развивается какое-то действие. С одной стороны, с другой стороны, те места, те куски текста, где наибольшее количество самых знаменитых цитат, чтобы дети хотя бы так их услышали, чтобы не сказали, запомнили. Вокруг этого мы еще любим такое дополнительное действие создать, как предложить детям, как сейчас в современных телевизионных играх, выбрать из трех вариантов правильные. И так выстраиваем всякие вопросы, чтобы реалии данного времени, из жизни Грибоедова, например, или из жизни Пушкина, как-то были задействованы, чтобы дети как можно больше узнали всего в такой игровой форме. И для этого наряжаемся такими лыжицами, каждый из которых пытается описать достаточно правдиво то, что он врет, что неправда, и свою позицию отстоять. И из трех надо выбрать. И дальше мы детям позволяем как можно больше рассуждать на эти темы, чтобы потом можно было какие-то фрагменты логик этих обсудить вместе с ним, не сказать, почему было неправильно, а все-таки вот это правильно шел, но вот здесь ошибся. Это тоже довольно убедительно. А если какой-то фрагмент, как часто бывает в классической, то есть русской литературе, имеет какую-то трактовку, психологическую, социальную жизнь, вы трактуете им эти фрагменты? Конечно, охотно. Одна из форм нашей игры, например, вот мы сделали фрагмент с Евгением Анигином, тем же. А потом, чтобы дети лучше запомнили, лучше в это вникли, мы устраиваем такую игру. Опять же, они разбиваются на сколько-то команд, по числу детей. Очень важно только, чтобы при этом не было никакой конкурентности, никто первый, никто быстрее. И зачитывается им какая-то цитата, зачитывается с пропуском одного слова. Например, чем меньше женщину мы любим, тем нравимся мы ей. Вот вместо пропуска они должны придумать или вспомнить, или придумать, какое слово там может стоять. Каждая из команд, им дается 40 секунд, допустим, или полторы минуты на обсуждение, каждая из команд предлагает свой вариант. Мало кто придумывает, конечно, настоящее пушинское, тем легче нравимся мы ей, очень изящно сказанное. Потом им озвучивается правильный вариант, и они, несомненно, хотя бы эти несколько строчек твердо запоминают. А потом мы с ними обсуждаем. Ребята, а как вы считаете, это по существу правильно? Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравится мы ей. Правильно это использовать как настоящий жизненный прием, как жизненную позицию и так далее. И после обсуждения мы читаем им, что Пушкин дальше по этому поводу писал, что это жалкая забава, достойно, что-то такое, не помню, древних обезьян, седых, хотелось там времен. У нас есть еще вопросы в чате. Друг это важно? Да, вот как бы. Это касается дружбы. Друг это важно ли? Да. Звоню-ка, что про дружбу. Вы знаете, друг это очень-очень важно. Очень важно, потому что без друга одиноко. Без друга нет, он пожаловаться на трудности жизни, не с кем разделить радости жизни. Но это банальные, но тем не менее, очень правильные вещи. Но, понимаете, очень часто бывает так, что ты ждешь, ищешь и находишь себе друга, к которому ты можешь выговориться, к которому ты можешь позвонить, рассказать, поплакать и посмеяться. Но надо не забывать, что друг это такой же живой человек, который хочет совершенно того же самого. Все на свете люди больше всего любят говорить о самих себе. Поэтому, если это тебе настоящий друг, то ты обязательно помнишь, что ему тоже очень важно выговориться. Поэтому надо не только ему рассказывать, но и как можно больше раз спрашивать. Важно ли режиссеру театральному быть хорошим психологом? Не просто важно, это почти одна и та же профессия. Буквально. Может быть, мы поэтому так и тяготеем к театральным активностям, что это одно и то же состояние. Больше того, режиссер, наверное, это более широкое понятие психолога, это частный случай режиссера. Режиссер, прежде всего, психолог, но он не только психолог, он должен много всего другого иметь. Но прежде всего, это, конечно, психолог. Дело в том, что в основе этих профессий, актер, режиссер, психолог и некоторых других, еще лежит такое основание, такой психотип, который называется истерический. Не будем бояться этого слова. Вот истерик, это тот, кто, не тот, кто истерики закатывает, а тот, кто умеет присоединиться к другому человеку, понять его, услышать его, увидеть его реакции, понять, от чего ему плохо. И дальше как-то ему помочь по-своему. И хороший актер, он действительно станет этим подлецом внутренним, поймет, что с этим подлецом происходило, почему он такой, и поймет, в чем ему надо сочувствовать. И это продемонстрирует. И вот такого рода режиссер и актер приносят огромную пользу всем, кто видит этот спектакль. Потому что мы не просто осуждаем какого-то плохого, какой-то плохой персонажа. Не просто подмечаем его какие-то отрицательные проявления, но мы видим, что это выражение страдания. И вот если зритель сможет посочувствовать, то он уходит уже со спектакля немножко более психологически устойчивым человеком. Да. Наташа очень важная вещь говорит. Почему, собственно, режиссер должен быть обязательно психологом? Потому что без этого будет просто недостоверно происходящее на сцене. И зрители будут чувствовать фальшь. Даже не понимать, с чем она связана, но это будет очень неприятно. И я вспоминаю эпизод работы с одним замечательным нашим вокалистом, который готовил партию Дон Жуана для очередной постановки. Это опера Моцарта. И вот в месте близкого к началу Дон Жуан выходит на сцену с очень мажорной, торжественной арией, в которой он поет о том, как он только что заколол противника на дуэри. Мужа своей любовницы. И пока актер ее пытался петь честно, прямолинейно, вот как написано, с торжеством победы, это звучало очень неинтересно, очень казенно, как-то банально, плоско. А мы с ним разобрали, что что-то реально может чувствовать в этот момент человек, который только что убил другого человека. И разбирали, что он, если находится в состоянии приподнятости, то эта приподнятость экзальтированная, напряженная, раздраженная. Он не может быть простодушным, доброжелательным, спокойным. И как только он стал петь это, он звучал совершенно иначе. Это уже было очень интересно, по-настоящему нервно, убедительно. У меня тут еще уже эсэмэсками приходят вопросы, спрашивают актерам. Видимо, актерам тоже важна какая-то психологическая подготовка. Или здесь каждый режиссер? Вы знаете, как раз у нас есть одна из частей нашей работы, это такое тестирование для определения психотипа каждого человека. И выясняется, что у каждого из нас есть такие психологические доминанты, которые делают определенные занятия для нас более комфортными. И когда человек, соответствую своему психотипу, находит в себе занятие подходящее, то он хорошо себя чувствует. И тогда каждая психологическая доминанта имеет свои положительные стороны. Кому-то легче быстро реагировать, быть в ситуации быстро меняющейся, какой-то динамичной. И он там себя очень хорошо чувствует. Вот если такому человеку будет плохо, то он будет агрессивен. А если будет плохо себя чувствовать, человеку, у которого доминанта более такая, ну что ли, вдумчивая, который не решает задачки в один ход, а решает задачки в несколько ходов, должен какую-то логику выстроить, какую-то теорию продумать, то вот такому человеку плохо бывает по-другому. Он никогда не бывает агрессивен. Он бывает отстраненным. Он прячется, он уходит от людей, замыкается в себе. Вот у Аверченко есть такой рассказ «Бритва и кисель». Там роман происходит между девушкой, такой, ну, между истериком и психопатом. Она такая динамичная, быстрая, быстро чувствующая, сильно эмоциональная. И она все время на него как-то наезжает, хочет больших эмоций, хочет какой-то немедленной, быстрой любви, внимания. А он от нее все время уходит. И эффект, как будто бритва входит в кисель. Достаточно достоверно описано. Но иногда мы видим в фильмах или в спектаклях, когда незнание вот этой психологической подоплеки приводит к тому, что в нервном состоянии актер изображает не тот психотип. И тогда это очень неубедительно звучит. – Да, вот поподробнее именно о психотипах в театре. И вот истерики, психопаты, там еще 33 типа. – Ну, на самом деле, таких делений очень много. И есть много классификаций. Вот мы пользуемся одной классификацией, которую, ну, нам кажется, она максимально близка к медицине, и поэтому это более научно. Вот есть такой психотип, как шизоид. Это тот, кто действительно образ находит. Он его создает в своей голове. На основе прежнего опыта он использует все, что он помнит, все, что у него в голове накопилось за время его жизни. И тогда он может продуцировать что-то новое, генерировать новый образ. И вот эта часть нашей психики, она подпитывается занятиями, точными науками, математикой, языками. И если у нас режиссер хорошо учился математике, много подвергал свой мозг этой обработке, то тот перечень идей, который может у него возникнуть, он будет гораздо больше. И очень жаль, что в театральном вузе не проходит математику. Очень часто люди выбирают вуз, потому что там нет математики, потому что в школе было трудно. А ведь занятие математикой это просто необходимая ценность государства, если можно так вот, человечества. Потому что абстрактное мышление, часто нам нужное, оно формируется именно на уроках математики. А когда там некомфортно, когда ругают, ставят двойки, то некоторые из-за этого не хотят учиться, в результате потом объединяют свою жизнь и не могут себе правильно выбрать мужа, например. Потому что не могут понять, какой муж именно нужен. или не могут выбрать профессию. Ну, вот от этого такие трудности. Еще три. Это что касается шизоидов. А психопат – это противоположный шизоид. Тот, кто живет онлайн, мгновенно соображает, на ходу какие-то вещи, можно быстро переключать внимание, если это нужно. И психопату нужна другая ситуация, другая задача. Если его поместить в центр планирования полетов, то там он просто разнесет весь этот центр к концу рабочего дня, если он живет. А так психопат необходим в ситуации МЧС, в ситуации скорой помощи. Великолепной... Моментальной реакции. Моментальной реакции. Менеджеры, которые должны... Как бы вот организаторы такие, координаторы, работающие просто в гуще какой-то ситуации. Над всеми ними сидит такой персонаж, который называется эпилептоид. Это руководитель. Это другая совершенно психическая функция. И эпилептоид, если есть этот доминант, он обязательно будет чем-то руководить. Если не людьми, то к хозяйствам. Если не хозяйством, то деньгами. Если не деньгами, то каким-то процессом. И если ему не дать поле для того, чтобы он управлял... Часто люди не идут управлять, потому что они не верят в себя. Ну, как-то вот не сложилось в жизни, и никто им не подсказал, что он может быть лидером. Он себя лидером и не считает. Все на него как бы оборачиваются, мол, скажи что-нибудь, а он и даже не понимает, что к нему обращаются. И такой человек делается подозрительным, недоверчивым, ревнивым, потому что просто он не берет на себя ответственность за какую-то часть жизни. А может, он не готов, ему нужно пройти какое-то обучение специальное. И если к нам попадает какой-то человек, который не знает, чем ему заниматься, то вот при помощи специальных методик можно ему помочь найти такое амплуа, которое будет ему соответствовать. Ну, есть еще два психотипа, истерика и психостеник. Они больше связаны как раз с переводом психологических символов. Скажем, истерик, психопат или шизоид разговаривают на разных языках. Но в каждом из нас есть маленький истерик, который поможет нам распознать эти языки и перекодировать, переключиться. Если бы мы учили... Вот для чего еще нужен театр? Вот для того, чтобы научить, как бы сформировать этого истерика внутри нас, помочь нам понять другого человека. Если, скажем, ты шизоид по своей склонности, но ты же можешь понять психопата, ты не обязательно им станешь, но ты, по крайней мере, поймешь, что если я так скажу, он меня не услышит. Если шизоиду сказать, иди сюда срочно, он тебя не может вообще не услышать. И мы можем обижаться, сердиться, но мы не получим нужного результата. Но если мы шизоиду скажем, знаешь, что я через некоторое время захочу тебе что-то сказать, ты приготовься, пожалуйста. И вот через некоторое время мы ему это скажем, он уже будет готов, он включится. А если психопату сказать, знаешь что, давай сейчас планчик составим на месяц, он даже не поймет, о чем говорит. Ты скажи, что делать, вот буквально сейчас. Ну, через неделю скажешь еще, я не могу думать о том, что через неделю будет. Вот тогда он будет в хорошем состоянии, и тогда можно договариваться. И истерик помогает это сделать. И на самом деле у хорошего учителя, у хорошего актера этот истерик работает спонтанно. Поэтому хороший учитель, он распознает, что у него сидит в классе психопатический ребенок, и надо его 10 раз окликнуть во время урока, и даже один раз попытаться направить его, спуститься на первый этаж, пока он будет бегать, у него эта энергия ненужная выйдет, он опять включится через минуту. А шизоиду надо другое задание дать, чтобы он целый урок думал над чем-нибудь, и не дергать его. И актер тоже хороший. Он спонтанно понимает, как нужно сейчас сыграть, как взаимодействовать с другим персонажем. У него это есть. Но вот если бы мы это более сознательно развивали, то мы, конечно, достигали бы лучших результатов. У нас есть еще вопрос. Есть ли среди детей действительно способные актеры? С какой точки зрения говорить? Если с профессиональной, то встречаются артистичные дети. Но нас их способности интересуют не с профессиональной точки зрения, а не по профессиональной мерке. Нам важно их вовлекать в наши постановки, в наши игры и развлечения, где результатом является самым факт участия. И здесь мы не знаем сложности, потому что когда мы получаем в руки самого такого столбообразного ребенка, который с трудом выходит из 100-килореного солдатика, и в какой-то момент он просто поворачивает голову и что-то произносит, для него это же огромное преодоление, а для нас не меньшее счастье. Вот еще у нас фестиваль, большой пример, открылся с таким спектаклем, как «Собиратель пуль». Спектакль довольно тяжелый, но заявлен как детский. В общем, можно ли детям показывать такие спектакли? Сложный вопрос. Вот почему спектакль очень талантливый. И мне кажется, правильно говорят многие театральные профессионалы о том, что спектакли делятся не на детские и взрослые, а на хорошие и плохие. С этой точки зрения его правильно показывать всем, в том числе и детям. Но у нас свои психологические претензии к этому спектаклю. Они состоят в следующем спектакле, романтизируют то, о чем мы говорили в начале нашей встречи, романтизируют позу ухода, позу отказа от отношений, позу протеста против действительно трудной, иногда даже омерзительной жизни ее персонажей. Ребенка очень легко в эту сторону повернуться, потолкнуть. Многие наши дети и так в эту сторону ориентированы действительно немалыми трудностями в жизни. Но для их перспективности, для их нормальной социализации, для того, чтобы у них складывались отношения какие-то среди незначимые, им надо подсказать внутреннюю возможность с этим правильно примириться, а не уйти. В действительности уйти к настоящему нельзя. Вот в этом смысле у нас неоднозначное отношение к спектакле. Вообще, спектакль, да, я вам как новая драма, действительно, особенности новой драмы, то, что она включает в себя насилие, аспект современный, с которым мы сталкиваемся постоянно. Вообще актуально это сейчас, потому что люди все-таки идут в театр, чтобы хоть что-то, наверное, хорошее увидеть, а их опять окунают головой в то, что они каждый день слушают по телевизору, каждый день. Вы знаете, отличительная особенность вот этого большого стиля, который называется новая драма, это не компонент насилия и жестокости. Эти компоненты выполнены, полно, до сих пор было всюду, в других жанрах, в триллерах, в России, что называют, очернухи, но это новая драма не называется. Особенность новой драмы в новом стиле, в новом языке, это отказ от какого бы то ни было ханжества, это потребность максимально честно называть вещи своими именами. И в этом смысле это благотворно, это выполняет такую, я бы сказал, санитарную роль. Но очень важно именно поэтому, поскольку новая драма в основном имеет дело с такими антилирическими сторонами жизни, очень, а то и с негативными, очень важно, чтобы она одновременно с этим правильным антиханжеством несла в себе внутреннюю правильную ориентацию для детей, особенно для молодых. Ну, собственно, я на эту же тему хотела сказать. Мне кажется, что новая драма это какое-то не специальное действительно явление. Ведь вот показ, ну, как бы неприятной реальности, которая не причесывается и которую нельзя гламурно подать, она, это все просачивается отовсюду. В кино, в теле, на телевидении этого всего полно. И это одно и то же. И в какой-то момент в обществе бывает необходимость это сделать, когда что-то замалчивается, когда о чем-то не принято говорить. Это антиханжество. И вот оно сказано. Но что-то долго это говорится. Как-то, мне кажется, момент уже прошел, когда отдельные факты, повторяемые бесконечно, становятся уже как-то сильно повторяемыми и поэтому не очень интересными. И хочется какого-то обобщения. То есть это не значит, что о каких-то фактах насилия или какой-то безжалостности и наезда не надо говорить. Конечно, надо это. Но это как бы вопрос уже не искусства. Действительно, искусство циклично развивается. В какой-то момент надо заявить о факте чего-то, о повторяющихся фактах чего-то, что меняет действительность. Но в какой-то момент уже пора перекратить это перечислять, потому что это становится банальным. И хочется какого-то обобщения. И обобщение, оно говорит о том, а как дальше. В другой сфере это называется наукой. Наука состоит из трех частей. Наблюдение, анализ и прогноз. Мы уже очень много сделали наблюдений. Мы уже довольно прилично сделали анализ. Все-таки в нашем театроведении исключительно талантливые и умные люди, которые все это давно обобщили. Но давайте теперь уже скажем о каком-то прогнозе. А куда мы будем развиваться? Или хотя бы, а куда нам хочется развиваться? Ведь мы же не хотим, чтобы наши дети в этом жили. И чтобы наши дети были такими же. Мы же хотим, чтобы нашим детям лучше жилось. Нам надо им дать какой-то совет. Нам надо им дать какое-то направление. И вот направление здесь, мне казалось бы, психологическим направлением было бы какое-то доброжелательное, терпимое отношение. И вот в этой пьесе не прозвучало какого-то внимания к проблемам обидчиков. А что с ним случилось? Почему они стали такими? Почему брат один не стал таким, а другой брат стал? Вот где-то между ними водораздел. И вот хотелось бы, чтобы в рамках даже такой пьесы это было немножко более четко обозначено. Чувствуется, что автор уже на это вышел. Но мне кажется, что это зона его ближайшего развития и других авторов. И мы были рады бы это увидеть. У меня такой завершающий вопрос. А чего не хватает современному театру в целом? Я бы сказал... Спасибо, Наташа. Я бы сказал, правильной психологической ориентации его авторов. Ориентации просто в жизни. Самоориентации. Современный театр... Этим решат многие другие жанры искусства. В основном сейчас состоит в том, что художники делятся своими интимными переживаниями с упражающим миром. Собственно, это испокон веков так и было, и это совершенно правильно. Но нынешняя жизнь своей особенной тяжестью приводит к тому, что у этих художников главные переживания негативные. И они ими просто делятся. Вместо того, чтобы делиться возможностью какого-то правильного, доброкачественного отношения к этому сложностю. И это жаль. Вот у Бродска есть такие замечательные строчки. Гражданин второсортной эпохи гордо признает товаром второго сорта свои лучшие мысли и дням грядущим. Я даю им как способ борьбы с удушьем. Вот это правильная позиция художника. К сожалению, время подходит к концу. Спасибо, что вы сегодня пришли. Вам спасибо. Вот. И пожелания нашим зрителям и слушателям. Друзья, простите нас, взрослых, простите подростки, нас, родителей, что вам так трудно с нами. Поверьте, никто из нас, родителей, не нарочно осложняет вам жизнь. Это только от наших собственных внутренних проблем. Спасибо большое. С вами была программа «Театр наизнанку». Я ее ведущая Каэля. У нас в гостях были психологи Наталья и Александра Комановские. До встречи в следующий раз. Следите за анонсами на нашем сайте. Всем пока.